В Карачаевске на базе детского дошкольного учреждения «Красная шапочка» прошел фестиваль-конкурс наглядно-дидактических материалов «Так могу я». Воспитатели детских садов Карачаевского городского округа представили на суд жюри и коллег свои работы, выполненные с исполнением подручных средств. Таковы условия конкурса в этом году. Фестиваль проходил под эгидой сохранения национальных языков, как оказавшихся под угрозой исчезновения. И основной посыл мероприятия – внедрение родного литературного языка с малых лет. В этих целях в детских дошкольных учреждениях Карачаевского городского округа выделены специальные образовательные единицы «Учитель родного языка». Водина Каракетова подробнее. Улей, курятник, овечки и другая сельскохозяйственная живность в импровизированном подворье, расположившемся прямо у входа в зал, невольно привлекают внимание посетителей. Одна из гостей не удержалась и со словами «я обязательно должна подоить эту прекрасную коровку» принялась за дело. Здесь все интересно. Целый аул готовит. Все, что есть здесь. И птица, фабрика у них, и ферма, и даже улей. И все. Прям, не знаю, девочки молодцы. Ну вот у девочек фантазия, да. Все это наглядно-дидактический материал, изготовленный из подручных средств, рассказывает Ирина Кочегарова. Представляющая детское дошкольное учреждение «Карачаевска» номер 15 «Вики». Воспитатель придумывает и вот из того, что есть, изготавливает что-то интересное для детей. Ну вот, например, улей у нас изготовлен из лотков для яиц. Просто обычная шапочка с цветочкой, которая от мух используется, да. Коробочка и из-под киндеров вот эти вот яички. Мы, барашки изготовлены у нас из бутылок пятилитровых, обклеены синтепоном. Ну и все здесь такое, все из картона сделано, в основном из коробок. Надеемся, конечно, что наш труд, наше творчество, наш такой креативный слегка подход будет оценен. А состязание предстоит нешуточное. Каждый преподаватель родного языка постарался удивить, представив на суд жюри свой необычный, уникальный, наглядно-дидактический материал в виде волшебных книг, замков, исторических башен, столов, трансформеров. Этот фестиваль-конкурс – настоящее поле для реализации самых смелых творческих фантазий. И каждый содержал не только обучающий материал для детей-дошкольников, но и олицетворял историю и культуру того или иного народа, проживающего на территории Карачаево-Черкесии и России в целом. Воспитатели собрали пословицы и поговорки, составили развивающие игры и даже пальчиковый театр, при помощи которых они будут обучать детей их родному языку, прививать интерес и любовь к истории и культуре своего народа, своей страны. Цель и задачи – чтобы любопытный ребенок смог не только услышать, а увидеть, о чем говорит воспитатель на занятиях. А так как в этом году новая образовательная программа, и эта программа требует максимального внимания любопытных наших детей, чтобы все на занятиях становилось ясно предельно, они вот своими руками каждый год делают эти наградности. Развитие родного языка и речи – один из важных этапов в становлении личности ребенка в дошкольном возрасте и в современном дошкольном образовании рассматривается как общая основа воспитания и обучения детей, считают в Управлении образования Карачаевского городского округа. Возможно, этот опыт в скором времени будет перенятый детскими садами в других городах и районах Карачаева-Черкесии. Мадина Каракетова, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия, Карачаевск.